Если защищая свою жизнь от грабителя, то, видимо, очень теоретический вопрос. Серьезно. Стоишь перед выбором или его убить, или быть убитым. Как поступить? Согрешить, отняв у него жизнь, защищаясь, либо быть убитым, поставив левую щеку? Мне кажется, что реакция человека будет зависеть не от того, от чего сейчас мы можем поговорить и высказать ту или другую точку зрения, а совсем от других вещей. Вы знаете, убить человека – это дело очень страшное. И когда человек, оказывается, поставлен перед вот такой ситуацией, это говорит о чём-то очень важном, происходящем в его душе. Так просто это не случается. И если оказывается человек в такой ситуации, то у него тут уже фактически срабатывает. Слышите? Срабатывает. Он же тут, ему некогда думать. Он или убивает, или не убивает. Но этот акт является следствием его всей предыдущей, предшествующей его жизни, его духовной жизни. Вот это надо понять. Не просто так. Это же не случайно происходит. Допустим, убивает. Убивает этого напавшего человека. Вы что думаете, даже когда он правый, справедливый, и убивает его действительно, потому что защищает, например, свою семью, вы что думаете, это просто так убило всё? Нет. Все говорят, с которым происходило это, что какие серьёзнейшие переживания в его душе происходят. Так что ничего случайного нет. Поэтому нужно спрашивать не о том, убивать его или он убьёт меня. Слышите? Это уже следствие нашей предшествующей духовной жизни. А нужно говорить о другом. Как я должен жить, чтобы не оказаться перед лицом такой страшной ситуации? Вот о чём мы должны говорить. А сказать там – это уже невозможно. Это просто невозможно. Вы сами понимаете. Потому что ситуации-то могут быть настолько различными, что их никак нельзя ни предвидеть, ни описать. Я думаю, вот так. Вот у меня ещё один очень, в данном случае, практический вопрос. Совсем не теоретический. Потому что видно, что человек долго над этим размышлял и боролся. Возможно ли осуждать поступок совершения кем-то, не осуждая и любя, и заботясь о человеке, который делает это не должное дело или слово? Ну, да, возможно, но смотря на какой ступени мы находимся, обычно у нас рассуждения часто сопрягаются с осуждением. Потому что у нас так и, простите меня, прёт осуждение. Не можем бесстрастно рассудить и сказать – да, вот здесь это неверно, а здесь это правильно. К сожалению, к нам тут же примешиваются наши страсти. Это возможно, но для этого нужно достичь, я бы сказал, высокой, достаточно высокой степени, ну, очищения души. Практически же у нас происходит всегда – рассуждение сопрягается с осуждением. Тем не менее, мы должны часто рассуждать. Жизнь заставляет нас рассуждать. Обязаны просто. И здесь только надо что? Ну, бороться с собой, наблюдать за собой, чтобы к рассуждению не примешивалось, насколько это возможно, осуждение. И это будет самый правильный подход.